Ведь на улице самая лучшая погода, дождь идёт. Погнали? Завтра новая няня придёт. Ты готова к новой няне? Энергию твою женскую пробуждать будем. О, киски любимые. Брян, Лепан будет рад, если мы в тюремочек пустим какого-то дядющего. Очень-очень вкусно. Ты только что разрушил свой образ. Спасите. Если бы я приседала каждый раз, когда она говорит мам, у меня была бы уже вот такая вот задница. Будет собирать снегогат. Скоро пожаловать в рабочий мир блогеров. Простите, я знаю, что вы меня смотрите. Простите, пожалуйста. Расскажу вам про первый день няни. Если бы я была бы червем, ты бы меня любил? Теперь представьте, с какими тиранами я живу. Всем привет. Я Лина из магазина. Это мой еженедельный влог. Погнали? Что, ребят, счастья и радость. Через полчаса к нам на собеседование придет кандидат на роли няни. На роли няни. На роли няни. На роли няни. По собеседу я все расскажу. Все покажу. Ну, конечно, не покажу вам, но расскажу. Потому что я же такая, оп, здравствуйте. А вы знаете, что вы нанимаетесь на работу у блогера? И поэтому вот вам камера в лицо, да? Нет, так, конечно, не будет. Но мне очень сильно понравилась она по звонку. Она не написала, да. Она позвонила. И очень много интересного рассказала. О своем опыте работы. Говорит, я вам могу предоставить все номера телефонов, обзоните всем моим предыдущим работодателям, с ними поговорите. Короче, прям она молодец. Она суперопытная. И в этом своем опыте она рассказала те вещи, которые мне хотелось бы как маме услышать. Красивая борода. Красивая, да? Так, ну что, господа. Мы вот так бах с вами переместились в машину. Я собеседовала няню. Поехала быстренько обсудить. У меня завтра съемка. Я буду выступать гостем не в своем видео на YouTube. Но такое дело люблю. Вот мы сейчас будем обсуждать что-то, как... Да почему? Вот, няню я собеседовала. Детишки у меня сейчас с бабушкой гуляют. Короче, мне понравилось. Мне понравилось. Был Пал Юрьевич, ему тоже понравилось. Там девочка работает 8 лет няней. Именно профессиональной няней. У нее педагогическое образование. Она сначала работала в садике, потом ее одна семья себе из садика говорит, пойдем к нам няней. Вот она пошла. И что мне понравилось, она дополнительно проходила еще прям обучение для нянь. То есть она понимает, что как, знает, что нянь стоит больше, чем я, естественно. Рассказала, говорит, вот это входит в обязанности, вот это входит в обязанности, говорит, вот это входит. Я говорю, не знала. Она говорит, ну как, это надо, это надо, там элементарно. Говорит, дети поели, говорит, помыть после них посуду, приборы. Я говорю, у нас няне это не делали. Вот. Вечером прибраться в детскую комнату, вместе, говорит, с детьми, чтобы дети увидели, как все это происходит, говорит, что же их приучает. Плюс она в силу своего педагогического образования, что мне тоже нравится, она с детьми занимается не только досуг их скрашивать, да, она занимается развитием. Они лепят разные штучки, учат стихи. Вот, говорит, сейчас же Новый год, говорит, можно улучшить стихи, чтобы они там показывали что-то еще. То есть я не искала няню, которая будет именно вот заниматься развитием, но для меня это огромный плюс до этого, потому что у меня няня, да, конечно, они там что-то рисовали, что-то делали, но все равно здорово будет, если тебе дети такие, вот, смотри, мы там поделку сделали, мы что-то еще, если вот целенаправлено, чему-то их будут учить. Это прям здорово. Вот мне очень понравилась она как человек. Она активная, задорная, веселая у нас. Мне показались смешными ее шутки, поэтому я думаю, что по юмору мы тоже сойдемся. Поэтому очень надеюсь, что сейчас вот в ближайшие дни покажешь, что да, мы друг к другу подходим. Вот завтра она придет на половину дня, мы побудем все вместе. Если все хорошо, то послезавтра она выйдет с утра, и мы вот сколько там потребуется, там неделю, две, сколько надо будет деятельным привыканием, будем все вместе тусить, веселиться, играть, вот, для того, чтобы дети привыкли к новому человеку, для того, чтобы она элементарно поняла, тоже подходим мы ей как семья со своими взглядами или нет, потому что тоже взгляды у всех абсолютно разные. Что мне еще понравилось, она общается со всеми своими детьми, которых она до этого воспитывала, то есть доводит до садика, ну, в смысле, не пешком, я имею в виду, что она няньствует до садика, дети уходят с садик, она переходит в другую семью, вот, что в принципе нам-то и надо. И потом она общается с детьми, ходит к ней на день рождения, у двоих детей она крестная мама, ей детей летом закидывают на дачу родители. Она говорит, у меня было летом такое приключение, что мне семерых детей из разных моих семей закинули, и мы там тусили на даче в деревне, здорово, весело, жили все вместе, а прикиньте родаки вообще, красавы просто. И она говорит, я могу вам дать все телефоны, все с кем угодно, созвонитесь, узнаете, говорят, у меня настолько все хорошо с отношениями, что дети подопечные друг к другу ходят в гости, ходят на день рождения, потому что, говорят, ну вот настолько они члены моей семьи уже, что вот мы все друг друга уже знаем, вот, поэтому, поэтому как-то так, надеюсь, что все будет замечательно, что мы друг к другу подойдем, побегу, по поводу своей завершенной работы, в этой съемке разговариваете. Расскажите, какие новости у вас интересные? Что там в школе в мире творится? Подгузники дорожают, да? Парижину спать заставляют, да? Новый год, скорость, тишки новогодние надо учить, да? Согласна, тяжело. Что? Что? Да. Если бы я приседала каждый раз, когда она говорит мам, у меня была бы уже вот такая вот задница. Сердечки тебе дать? Ну, вряд ли тебе понравится. Чайки, вы пообедали только что. Пробуйте. Ну и что, а как тебе? Изменяемо? Мне тоже нравится. Папа не может есть потроха. Но я обожаю. Завтра новая няня придет. Ты готова к новой няне? Готова? Да. Здорово. Да, новая. Другая. Такая. Она веселая. Будет играть с вами. Да. Ты любишь веселое. Да. Будете книжки читать. Мама тоже веселая. Согласна. Мама веселая? Что, ты не будешь больше? Аня, тебе не понравилось, да? Сердечко не понравилось. А нянь веселых любишь? Не знаешь? Ку-ку. Ты знаешь, что мне принесли? А мне курьер принес мои боксики любимые. Вот. Потому что скоро Новый Год. И надо дарить подарки. Понимаешь? Четыре бокса. Четыре бокса. Где мой? О, вот этот хороший. Но я хочу найти. Вот он. Вот он, красавчик. Посмотрите, какой красивый красный бокс. Я каждый раз, каждый раз, когда выходит что-то со стархитом, всегда заказываю, потому что это прям самый лучший бокс. но я взяла все это на подарки, все четыре бокса, поэтому мы с вами ну очень аккуратно откроем, посмотрим, одним глазком, да? А потом обратно закроем, потому что боксы, Новый Год скоро, это прям лучший подарок. И я дарю всем, кто меня окружает. Я дарю подругам, я дарю родственникам, я дарю актерам в подъезде, я дарю бухгалтерам, всем. Всем очень сильно нравится. На праздник, не на праздник, как угодно. Шуршуша. Вы слышите? Это звук праздника, это звук приключений. Я вам забыла показать название бокса, вы себе сразу его сохраните, потому что это лучший бокс ременов народов, всех ременов народов. Смотрите, а я такое не пробовала. Какая красивая масочка, смотрите, туда можно письмо Деду Морозу потом писать. Очень, пахнет, очень вкусно из бокса. Вот, что здесь еще есть? Смотрите, здесь и стресс-контроль. Декабрь. Новый год. Начало 24-го года. По тенденции мы не знаем, что нас ждет каждый год, поэтому то, что нам надо. Здесь шампунька, здесь вот это, кстати, у меня есть пилинг. Очень крутой, очень классный. Мне в прошлых боксах попался, я оставила себе кондиционер, такой я не пробовала, но сухой шампунь, мне от них очень понравился. Вот это у меня тоже есть. Очень красивое мерцание, очень красивое. Тушка. А вот этим я тоже пользуюсь. Наношу вот сюда в уголки глаз и выгляжу очень здоровой, я надеюсь. О, новогодняя, смотрите, блескучечка. Можно на праздники нанести и быть самой шикарной. А это что? О, какой большой! Какой большой! Как приятно это слышать. Бальзам для губ. О, вот эти у меня есть тенюшки, супер базовые, тональничек. И мой любимый от Рисаме, масочка. Ой, как я их люблю. Бокс на 5200 сам по себе. Вы такие, что, блин, мы столько должны его покупать? Нифига подобного. Потому что у меня есть промокод, где вы покупаете два бокса со скидкой 55% скидка и два бокса вам еще дарят в подарок. То есть у вас всего четыре бокса. Вы платите 3275 рублей, если берете точно такие же боксы, если другие, там цена немножко поменяется, ну, в зависимости от бокса, потому что на все боксы действует мой промокод. И потом вы получаете два бокса в подарок. В целом наполнение больше, чем на 14000 рублей. Вы можете прямо вот так подарить, потому что это очень красиво. Тут даже бантик лепить не надо, потому что внутри вся шуршуша, бантик. Либо вы можете аккуратно вскрыть и индивидуально пересобрать, что кому нужно. А что-то возможно себе оставить, а можно себе все четыре бокса подарить, а можно четыре бокса купить, четыре бокса получить в подарок. Вы как понимаете, можно запастись реально на халяву классными подарками к Новому году. Они как раз должны успеть к вам приехать, поэтому я обязательно вам оставлю и промокод, и ссылочку, все в описании, внизу к ролику. Идите и смотрите. Блин, ну это я никому не подарю, это мне самое нравится. Мы будем проверять, доросли ли вы до такой штуки, как проигрыватель виниловых пластинок. Да, тут такое дело, что я сейчас включу какую-нибудь сказку. А вы не будете трогать руками пластинку, иначе кранты пластинки и кранты иголки. Нет, не доросли еще. О, прям по иголке. Это же мое сердечко так дернуло, не иголку. Смотрите. Куртка то и дело падала, а старичок то и дело поднимал ее. Позвольте, я помогу вам. Вот этот гвоздь я вобью в дверной косяк, повешу куртку на гвоздь и быстро вычищу ее. А мальчик-то мне с первого снято пришел. Блина, 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 пожалуйста. Тебе нравится сказку слушать? Ой, помогает тебе в работе. Да, не надо трогать, ладно? А то можно пластинку вот так поцарапать, и она не будет работать. Ты слушай, это сказка. Кать, подождите. Кать, ты любишь сказки? Да. А на пластинках любишь сказки? Нет? Мне кажется, вы еще не доросли. Мне кажется, вам еще непонятно, что они говорят, да? У нас дома выключили свет, и мы не придумали ничего лучше, смотреть на звезды из игрушки ночника. Красиво, да? Нравится тебе, Соф? Кате тоже нравится, да? Это белка поет, и звезды постановятся, да? Ого! В общем, смотрите, какой план мы с вами делаем здесь, да, давай, да, окна сделаем, да, еще, давай. Это у нас будет теремок. Что делать, когда выключили весь свет, всю воду, и не можешь быть здоровым, правда, говорю, не можешь быть хозяюшкой, не можешь мыть посуду, не можешь загружать стирку, не можешь готовить своим кровиночкам котлетки. Надо играть, бесконечно играть, даже. Помогите! вот, пойдем, смотри, теперь надо вот так поставим, вот он, терем, теремок. Разукрашивайте теремок, он должен быть красивым-прекрасивым, и потом в нем будут жить кто? Мышка-налюшка, да, лягушка-квакушка, зайка-побегайка, да, а медведь, судя по всему, его растопчет потом. Кто у нас с теремой живет? У нас живет там лягушка-квакушка, собачка-балабачка, да, и машина, что, не знаю, вот, и приходит туда кто, Кать? Кто туда приходит? Смотри, собака, и говорит, пустите меня в теремок жить, ой, там кто-то без очереди пришел, что туда жить, кто? Заяц, заяц, да, ну, заяц, он обычно как в троллейбусе такой же, да, безбилетник. Смотрите, как у нас дядю пустим еще, какого дяди? Красивый теремок какой у нас получился. Какого мы дядю туда пустим, Кать? Вряд ли, папа будет рад, если мы в теремочек пустим какого-то дядю еще. Люк, пойдешь в теремочек жить? О, смотрите, какой у меня рисунок. Кстати, из-за того, что у нас отключено все на цвете. Свет электричества вода, свет электричества это одно и то же, Алина. Съемка моя отменяется, потому что я не могу ни бошку помыть, ни собраться, ни укладку сделать, ничего себе сделать вообще. Вот, поэтому, поэтому, поэтому буду вот такая вот с узором на лице дома с детишками усидеть. Помогай, помогай. Я забрала свои посылки, лот номер один, треугольный, точнее, металлический треугольник, который с очень плохим напылением, даже, который воняет, супер мягкий, и его напыление остается у меня на руках. Не рекомендую. Вообще-то, Соб, сейчас, вот, вообще, это поставка для акне, ехать. Хоть помой он красится. И туда ставить книги вечерние, которые мы читаем с вами перед сном. Можно я его помою схожу? Он дико красится. Тебе так идет эта шапка? Девочки, спасите. Новая няня на несколько часов, насколько сегодня, на три часа, чтобы с девчонками познакомиться. Два первых часа мы сидели все вместе, Катюха застеснялась, что очень странно, потому что у нас обычно наоборот, Софа стесняется, а Катя сразу такая, эй, привет, давай, дружи, давай пойдем эти все свои игрушки, покажу. В этот раз наоборот, Софу просто в восторге. Вот, мне няня очень сильно понравилось, она там, какие-то шутки припалутки, стишки, игры, показать дальше, ближе, короче, прям молодец. Очень активная, очень завлекает детей, под конец они так все сдружились, что последний час я сидела в другой комнате, они были все вместе, Катюха уже обнималась, там все, тоже сначала стеснялась, а потом все заобнималась, уже они лучшие подружки, говорит, завтра я к вам приду, они такие, да, да, вот, завтра она придет на полный день, рабочие, посмотрим, тоже я, естественно, буду всю эту неделю вместе с ними, в квартире находиться Катюха, налила мне тут воды, вот, показала она им игру со звездочками, Софа, вот, хочешь, сыграет, сейчас я ей футболку надену, а то у нас YouTube не пропустит такой детский контент и покажу вам. Маленький, совсем улепутишный, да, где? Где? Вон там. И какие еще звездочки? Какие? Это маленькие, какие еще есть? Отвлекитесь от своих камер, пожалуйста, на меня. Как-нибудь внимание обратите. Вы спросите, а где Аринин дети? Где они? А я вам отвечу, да, сейчас они спят, но просто хочу вам рассказать, что сегодня новая няня с самого утра. И первые там пару часов я опять-таки была с ними, потому что девчонки стесняются. А потом, потом, потом вот я смогла уйти сюда, посидела, поработала за компьютером, поделала разважки, посидела, сейчас пришла. Ладно, мы снимаем видео, и всё нормально. После обеда мы ещё пойдём с няней вместе гулять. Если всё будет хорошо, тогда с завтрашнего дня я смогу полностью сесть за рабочий компьютер и погрузить его так тут в бумаги, в написание каких-то сценариев, что-то ещё, и работать. Вкусно, вкусно, вкусно! Очень-очень вкусно! Слишком-слишком вкусно! Вкусно, вкусно! Если вы ещё не фанат этой песни, то очень зря, очень зря самый популярный хит этого года. Да? Давай! Вкусно, вкусно, вкусно! Очень-очень вкусно! Слишком-слишком вкусно! Похвастаюсь вам сейчас, дети, у меня сегодня с новой няней сделали вот такие вот прекрасные, замечательные подделки. Потому что у нас Катя фанатеет этот варежек и уже какую неделю дома ходит в варежках, спит в них, да всё. И вот сегодня, смотрите, вот Софа сделала, конечно, с блёстками. Взяли вот мой лак для ногтей. Блёсточки. Катюхель сделал, кошечек понаклеил. Можно больше. Крутяк, скажите, а? Слушайте, пока дособироваю все свои рабочие вещи, расскажу вам про первый день нашей няни, первый полноценный день. Девчонки немножечко, конечно, переживают, волнуются, но играют с ней очень-очень хорошо. Сейчас скажу, что Катя идёт, да. Я сегодня, надо Катюху пустить, отсняла дверико, написала три поста, утвердила финальный монтаж влога, отсняла рис, отсняла стольки, кучу работы, да. Вот так хорошо вышло. Это первый день. То есть девчонки так хорошо уходят и так хорошо сидят, играют. Катяху сейчас обратно ушла играть. Вот, конечно, мы там с ними и посидели несколько часов вместе, и гулять вместе сходили, и всё. Но всё идёт замечательно, лучше, чем я думала, потому что я боялась, что будут так сильно плакать, так сильно бояться молодого человека, что мне придётся прям неделю... Нет? Всё замечательно, думаю, с каждым днём всё будет лучше и лучше. Какие умницы! С утра по ранчу разукрашивают. Ой, какая красота получается! Софа! Да, очень красиво! Очень! Про твою варежку ещё одну, да? Давай догоним его, скажи. Люка, дай! Люка, дай! Люка, дай! Водой, Водой, Водой! Водой! Софа, у нас, давайте ваше здоровье, миленькая, дорогая, давайте. Да, настоящий чай, скажи, в кружке, да? Может, чай пить. Так, Акатерина в бассейне. Ой, 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 а мизинец оставить, Соф! Надо ещё мизинчик вот так подержать. Вот так кружку отдадёшь, мизинчиком. Нет? Ну ладно. Чем занимаются родители ночи? Куда дети себя? В прошлый раз Павел Георгиевич перекручивал стулья в прошлом влоге. В этом влоге он будет собирать снегогат, который он, конечно же, не хочет собирать. Как и любой нормальный муж. Да? Давайте берём, ведь на улице самая лучшая погода. Дождь идёт, 30 ноября. Идёт дождь, снега нет, но нам нужен завтра снегогат. Ты понимаешь, что ты только что разрушил свой образ. Все думают, что ты очень добрый, не разговариваешь, милый, только улыбаешься. А теперь представьтесь, каким тираном я живу. Он абсолютно на всё так говорит. А ещё он говорит, что я змея. Конечно, мне об этом напоминают. Всё, теперь люди узнают о тебе правду. И все будут писать, я, мы, Арина. И за меня все будут переживать теперь. За меня никто не будет переживать. За тебя никто не будет переживать. А почему за тебя должны переживать? Потому что я хороший человек. А я что, плохой человек? Кто-то хочет на этом снегогатить, у снегогатить. И семью. Надеть лыжи на полосы. Надеть лыжи. Надеть твои шуточки. У тебя хорошая группа поддержки. Чтобы они плотно легли. Берёшь раму, берёшь всякие шурупчики и фигач. Блин, расскажите, как у вас. У нас в детстве, я родилась в 90-м году, и если у человека был такой снегогат, то он был просто вообще невероятным богачом. У нас во дворе буквально там один-два снегогат такие были, а все остальные катались на пакетах, на куске линолеума. Вот на чём ещё катались? На шинах надутых катались. На шифере. У нас не было шифера. Павел Юрий, шесть деревенской местности. У нас не было шифера. Но мы на шифере не катались. Ну, а где бы мы его взяли? У наших общаках не было шифера. У наших общаках был гудрон. Мы гудрон ели с них, да. Вот. А сейчас я смотрю снегогат. Вообще у всех. Вообще, я помню, в детстве я один раз только покаталась на снегогате на таком, и ты прям настолько вырезалась в мою память, и было так классно. Ты катался на таком? Да? Докатался на таком снегогате, нет? А Павел Юрьевич даже ни разу смотреть не катался. И не покатается, потому что там написано, что он только до 60 килограмм поддерживает. Ты тоже не покатаешься. Я покатаюсь. Я худею третий день, я покатаюсь. Я весила 61,5, но я специально теперь, принципиально для снегогата, дохудею просто. И покатаюсь. Какой-то профессиональный дедушка собирает. Я видела. Такой же снегогат. Он что снимает, это не то, что он делает. Короче, то, что надо было снимать, он не снимает. И Павел Юрьевич не понимает, как раз что-то будет делать. Как раз вставлять. Вы понимали, мы уже поругались. Ты что-то встаешь, ты зачем? Что, ты встал сюда? Если бы я была бы червем, ты бы меня любил? Нет? Почему? Почему не любил бы? Если бы ты была червем, я бы тебя любила. Ты здорово. Что, не работает? Кто? Ты. Я-то работаю. А если бы я была цветочком, ты бы меня любила? Если бы ты была супом, борщом. Красным? Да. Возможно. В смысле, возможно? Точно бы любил? Ну, смотря какой. А если бы было бы мясом по-французски? Вероятно, да. Если бы я была бы шовным материалом, ты бы меня любил. 5-0, если монофиламентным. И иголка на 3-четверте, да? Насколько сильно? У меня есть ботанчики желейные из боксов. Очень вкусные. С этой минуты. Готово, смотрите. Осталось только палку вставить и все. Ты гордишься собой? Угу. Я тоже тобой горжусь. Молодец. Завтра дети как увидят, как обрадуются. Представляешь? И весь день будут кататься на колесах по дому. Миша, да? Это ваш, что ли, мотоцикл? Папа собрал, да. Машина, да. И Миша, и машина. Папа собрал, да. Что, что, что? Ты вперед ходишь, а ты ходишь за руль. Катя, садись, теперь ты сюда по очереди, ладно? Теперь Катя здесь сидит, а Софа сидит вот тут. Что вы понимали, мы так поздно сегодня встали. Владимир говорит, что из-за того, что мы поздно бегли, потому что что делали? Собирали снегокат. Обычно я так поздно не встаю. Смотрите, тут Дедушка Мороз принес вам волшебный ящик. Он будет оставлять там задание. Мы открываем ящик с вами каждый день. Помогайте открывать. Помогайте. Вот. И посмотри, что внутри там. Что внутри? Доставай скорее. Что там лежит в ящике? Это от Дедушки Мороза записка? На ней что-то написано? Читай, что там? Давай я прочитаю. Давай, мама, прочитай. Нужно украсить шарики. Новогодние. Катя, да? Смотри. У нас есть елочка. Видите? И у нас в нее есть новогодние шарики. Каждый день мы будем выполнять задания Дедушки Мороза и шарики клеить на эту елочку. Новогодние шарики, да? И вот их сегодня мы будем украшать с вами, да? Разукрашивать, блески на них клеить. Стразики разные. А когда мы выполним задание, мы начнем наряжать нашу новогоднюю елку. Вот это вообще. Ты так что-то приклеила? Смотри, да. Очень красиво. Красиво. Видишь, первое задание мы сделали. Намажем клеем. Приклеивай сюда шарик. Бери, мы выполнили. Теперь мы покрашаем елочку. Да, вот так. Да, мы приклеили. Да, давай закроем. Блин, на. Молодцы, аплодисменты нам. Аплодисменты нам. Будешь хлопать? Да. Добро пожаловать в рабочий мир блогеров. Сегодня я снимаю рекламу для самокатов. Вот. И я каждый год пеку печенье традиционное, свои имбирные, по своему собственному рецепту. И они, ребят, попросили, говорят, что-нибудь испеките новогоднее. Покажите, что вы можете это сделать из наших продуктов. Я говорю, ребят, я из ваших продуктов это и делаю каждый год. Вот. Поэтому смотрите у меня в инстаграме. Сегодня вышел влог. И сегодня же в запрещенной грамме у меня вышла эта реклама с рецептом. Так что бегите скорее в сторис, смотрите рецепт этих пряников. Я не растопила масло изначально. Не достала бы с холодильника вовремя. Теперь мне надо его размять. А ну, собака не разминается. Уголки. Я рабочим. И мне так понравилось завершать влог, потому что, знаете, такое тихое место, где я могу сесть, с вами поболтать. И если вы помните, прошлый влог я завершала на такой довольно странный, подвешенный, печальный, грустный. Но грустный. Грустная я была сама. Вот. И за эту неделю я много думала. И вот что она думает. Часто мы оказываемся в ловушке мысли, что мы недостаточно сильно заманались в этой жизни. И мы такие, боже мой, так, не заманалась ни женщина, не заманалась ни мать. Это точно. Это нам все общество вокруг твердит. Нельзя жить так, как тебе нравится. Нельзя показать, что у тебя есть какие-то эгоистичные желания. Нельзя радоваться каким-то своим достижениям. И в эту ловушку мы часто попадаем. Я попала в нее этой осенью, потому что в этом году я очень много для себя поставила целей, к которым я иду. И очень много я на себя взвалила. Очень много. И при этом перестала вообще замечать, что я делаю. Перестала себя благодарить. Перестала, типа, Арин, прикинь, вот это сделала ты, так ты такая, молодец. Вот, я бегу, 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 и понимаю, что я все равно не соответствую ожиданиям ни своим, ни ожиданиям общества, потому что вот мне пишут, фигню какую-то занимаешься, контент какой-то снимаешь, разъезжаешься, что-то там показываешь. Я такая, блин, опять недостаточно устала. Опять недостаточно делала. То, что я там вот вчера вот это вот печенье пекла, 6 часов рекламы снимала, потом монтировала. Недостаточно. Вот. И за эту неделю я поняла, что у нас сейчас принято сильно-сильно-сильно-сильно-сильно себя заданить в угол, а потом думать, как же мне из этого угла-то выбраться. Что же мне делать? И зачастую в наш век мы что делаем? Мы берем денежки и несем их каким-нибудь специалистам для того, чтобы они вытащили из нас женщину. А по сути там они говорят, мать-плот, энергию твою женскую пробуждать будем, сексуальность пробуждать. А по факту мы просто все задрюканы. И не только потому, что мы куда-то бежим, да? И надо что-то делать. Потому что с работы, дети, семья, сколько бы помощи не было. Чем больше помощи, блин, тем больше ты еще какие-то себе цели ставишь и взваливаешь на себя тоже. Но я не отрицаю того, что да, когда у тебя там есть помощь с детьми, няня, намного проще бежать куда-то и работать, чем если бы няни не было. Конечно, естественно. По факту нам не надо уйти никаким этим специалистам. Простите, я знаю, что вы меня смотрите. Простите, пожалуйста. Но вот такие вот мысли у меня на этой неделе. Потому что первое, что нам нужно, это закрыть свои базовые потребности, блин. И если у нас там прикрыта жопа, у нас есть жилье, еда и одежда, то элементарно надо выспаться. Надо выспаться, отпустить стресс, потому что мы вот в этой гонке находимся в стрессе, в кортизоловом стрессе, который постоянно, мы еще пытаемся соответствовать и своим идеалам каким-то. Мы постоянно смотрим на себя в зеркало и думаем, недостаточно хорошо. Целилилить что-то там, что-то в живот тряблый, лицо вниз потекло. Надеваюсь я как-то стрёмно. И вообще еще и недостаточно заманалась по мнению кого-то там. Если вы узнаете у себя в этих словах, то давайте пейте у него, первых. А во-вторых, просто надо остановиться, заметить все то, что мы делаем. Даже если вам кажется, что это какая-то фигня, граммулька в соответствии, в сравнении с тем, чего мы хотим достичь, что мы хотим иметь, да? По факту, это нифига, это не граммулька. Это огромные наши действия, это наши ежедневные действия, наш ежедневный труд. И даже если вам кажется, что, ну блин, ну а у других-то, посмотри, сколько они делают. Они и то, и сё, и пятое, и десятое, а я ребенку жопу вытираю, так ты взращиваешь целого человека, нового человека. Ты его, блин, из себя сначала, в себе возрастила, из себя его вытащила, и потом взращиваешь его. Возможно, мой спич получился довольно сумбурным, но я хотела донести мысль, что никакие, нафиг, духовности, никакие аскезы, никакие ретриты, никакие проекты, ничего не поможет вообще до тех пор, пока мы не прикрыли все свои базовые потребности. А базовые потребности — это не только там крыша над головой, еда и питье, и одежда. Базовые потребности — это также нормальный эмоциональный фон, на фоне достатка сна, на фоне незатюканности, кортизоловой вот этот, когда мы сами себя загоняем в этот стресс, потому что что-то надо делать, потому что я не соответствую своим внешним идеалам, внутренним идеалам. Зачем нам духовное какое-то развитие, сексуальное окошечко, что-то еще, вот это вот верхние потребности в пирамиде, если у нас низа нет, и мы не обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям. И мы можем остановиться, поблагодарить себя, наградить себя чем-то, вспомнить о своих эгоистичных желаниях и после этого уже успокоиться и подумать о том, что мы действительно хотим. На этой ноте, я думаю, мы будем завершать с вами сегодняшний блог. Я очень рада, что мы стали видеться с вами так часто, раз в неделю. Надеюсь, что вам тоже это нравится. И вот увидимся с вами в следующей пятнице. И пока-пока.